Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение и эту серию мы выпустим в формате записи летсплея, потому что со стримами происходит какая-то жесть, они отваливаются через 10 минут, не знаю, проблемы это на моей стороне или на стороне ютуба, но в подробности вдаваться не будем. На самом деле, тут у нас исключительно вся серия будет посвящена болтовне, поэтому мне бы по-хорошему там было даже не до подписчиков и, соответственно, проведем мы ее в таком формате. Поэтому вот, погнали. Этот мужчина одет так же, как охранники снаружи, на нем маска, волка и спортивная куртка с инициалами. Подойдя ближе, вы замечаете, что его одежда старая, поношенная и заштопанная во многих местах. Свежие аганцы! Уважаемые гости! Охранник у двери сообщил о вашем прибытии. Все деликатесы и удовольствия дикавинариума к вашим услугам, если у вас есть деньги. Надеюсь, вас это нарушение порядка не очень потрясло. Уверяю вас, это событие несущественное. Посещать магазины абсолютно безопасно. Так что это был за взрыв? Прошу вас, тише! Не знаю, понимаете? Кто-то обвешивает настоящих свиней взрывчаткой. Настоящих свиней. Накрашенных настоящими тенями для века губной помадой. Может, какой-то придурок пошутить решил? В задней части находится лестница на верхний уровень. Там вы найдете нашего уважаемого лидера Дряба. Поговорите с ним, если хотите узнать подробности. Слушай, мы осмотрели окрестности и наткнулись на лагерь бандитов, одетых клоунами. Правда? Клоунами, говорите? Похоже, это Лос Паясос. Но эти чокнутые уроды не могут быть здесь. Рекомендую об этом с дрябом поговорить. Поднимитесь по лестнице в задней части здания. А караванщики здесь есть? Да, вам, пожалуй, нужен Перидолия Джонс. Он торчит в баре у Фонтана. Вон там. Он указывает себе за спину. Какие тут у вас есть магазины? Самые разные. Пишетели продают оружие уставшим путникам. У Гвинт Элбот можно купить защитное снаряжение. Доктор-холодец по медицинской части и продаст то, что надо, и подлечит. А в центральной части находится бар у Фонтана. Хорошее место. Там можно расслабиться за напитком и порцией свинины, которую готовит Масато. Угу. Где можно развлечься? Смотря что понимать под развлечением. Рекомендую с Эйделон поговорить. Она с друзьями уж точно веселиться умеет. Если же вы более башковитый, зайдите в музей Кварекса. Он в задней части. Ладно, расскажи мне о заведениях. Декабинариум — уникальный торговый центр поросятки. У нас есть абсолютно все. Экзотические сорта мяса, фантастические предметы роскоши. Что оплатить сможете, то и ваше. А душевые есть? Да, но... Ну, нет. Они погребены под снегом после недавнего снежного обвала в тоннелях. Места для ночлега. Все занято. Дневные киносеансы. Простите, проектор много лет назад сломался. О, гладиаторские бои до смерти. Это раньше было. Эта глава в истории армии монстров завершена. Извините. А что вообще тут сейчас есть? Простите, дорогие гости, Декабинариум уже не такой, как прежде, но все равно у нас большой выбор. В баре у фонтана есть горячая еда. У наших торговцев оружие и снаряжение. У слада для глаз в заведении Эйделон. Осмотритесь. Собственно, вот. Сейчас мы сделаем здесь круг почета, мы со всеми поговорим и познакомимся. В туннеле к взрывающимся свиньям мы пока не будем спускаться. Ну, по крайней мере, в рамках этого стрима. Так, сейчас мы будем с этим товарищем знакомиться. Это рыжий молодой человек, обвешан инструментами и готов к работе. Он поворачивается к вам, не прекращая усердно жевать. Привет, незнакомцы. Вы случайно не для того пришли, чтобы проблемы внизу решить. Если так, поговорите с дрябом. Если хотите о машинах поговорить, я к вашим услугам. Меня Рэнди звать. Я механик местный. Механик? Круто. Расскажи о проблемах в декабинариуме. Не слишком много. По тоннелям что-то шастает и убивает всех, кто туда спускается. Какой-то большой зверь. С этим как-то связана свинья-смертница, но я не знаю как. Простите, толку от меня мало. Знаю. Тебе нравится тут работать? Не особо. Работа скучная. Меня привлекают только тогда, когда ломается что-то, что не может починить обычный смотритель. Большую часть времени я сижу и жду, как сейчас. Но мне выбирать не приходится. Так давай в штаб рейнджеров. Не обижайтесь, но с вами стремно связываться. Мне не нравится работать в декабинариуме, но деньги капают регулярно. А мне сейчас как раз это и нужно. Понимаете? Несколько месяцев назад отец мне написал, что ему показалось, что возле нашей усадьбы прячутся несколько человек. Я не придал его словам значения. Усадьба стоит на отшибе, и в ней всегда было безопасно. Дурак я. Оказалось, это одна из мелких равнинных банд. Мне пришло письмо. Родители мертвым. А младший брат и сестра в заложниках. Я не могу заплатить выкуп. У меня нет таких денег. А если бы я мог, думаю, что они нас убьют, как только деньги получат. Что же мне делать? Мы можем вызволить твою семью. В смысле, совсем-совсем вызволить? Я обычно не одобряю насилие, но если оно необходимо, чтобы их освободить, давайте покажу, где находится наша старая усадьба. Встретимся там. Поможем семье Гет, и я буду на вас работать. Не сомневайтесь. Здравствуйте, меня зовут Хирш. Лев Хирш. Но для вас просто доктор Холодец. Что вам нужно? Что ты хочешь? Так. Почему тебя Холодцом зовут? Раньше я тут ветеринаром-мясником работал. Полностью изучил работу организма, пока мясо кромсал. Ну, мясо животных, понятное дело. А когда док Кэстер помер, его должность мне перешла. Ладно, можешь нас подлатать? Свинья, человек, разницы особой нет. Деньги вперед и заштопаю. Расскажи что-нибудь о Дикавинариуме. Да, особо нечего рассказывать. Тут полно разных торговцев, сбывающих самый разный хлам. Но главный товар — это мясо. Свинина. Это роскошь, которую не каждый может себе позволить. В последнее время... Тут неприятные вещи происходят. По тоннелям кто-то кровожадный бродит. Говорят, это бывший вожак армии монстров. Циклоп из мертвых восстал и начал на нас охоту. По-моему, бред полный, но... Там внизу что-то есть, поговорите с дрябом. Если еще не говорили. А ты товары продаешь медицинские? А, самолечением занимаетесь? Конечно, смотрите. Ну, нам это не нужно, к сожалению, пока что. А может, и к счастью даже. Так, с этим Пэрис Хендлер поговорить, к сожалению, нельзя. А вот с Гвинн Телбот можно. В музей мы пойдем чуть попозже. Сначала здесь все обследуем. От этой ссохшейся темнокожей женщины исходит запах табака и танина. Не отводя взгляд, она заменяет изжеванный окурок новой сигареты и прикуривает, прежде чем заговорить. Вы с виду крутые. Вас Патриарх прислал. Кто бы вы ни были, нам ваша помощь не помешает. В тоннелях лазит какая-то зверюга. Или еще кто. Поговорите с дрябом. Он наверху. Ты Телбот? Вместо ответа она делает долгую затяжку. Похоже, ваш вопрос не произвел на нее никакого впечатления. Чем торгуешь? Вообще, это зависит от покупателя. Для вас изделия из кожи, защитное снаряжение, броня. Нужна ли защита от колющих предметов, или просто хочется круто выглядеть? У меня есть все. Ну и вот всякими приколюхами она здесь торгует, но... Не знаю, я бы ей только продал всякое старье бесполезное, которое мне сейчас не нужно. Ну, еще раз удостоверюсь, что Перрис не будет с нами говорить. А-а-а, это та, которая... Краски, которые мы смешивали. Точно, точно. Я что-то не сразу ее признал, если честно. Так, для этого диалога нам придется модификацию оружия подкачать. Мы сейчас сразу же это сделаем. Так. Кто у нас ей занимается? Вон, да, модификация оружия. До шестого уровня поднимаем модификацию оружия. Блядь, криворукий. И идем общаться с ней. Все тело женщины покрыто шрамами, следами от кислотных ожогов и осколочных ранений. Глаза в рубцах и ничего не видят, но при вашем приближении она поворачивается к вам. По сердцебиению я вас не узнаю. Подойдите ближе, незнакомцы. Пишет Эли, освещенная, делает самое разное оружие для всех нуждающихся. А вы, по ее ощущениям, очень нуждаетесь. Эти шрамы у тебя от работы с оружием? Вы когда-нибудь были увлечены так сильно, что это увлечение вытесняло все страхи? Если да, вы поймете, что эти шрамы благословения и освещения. Интересную работу ты тут делаешь. Может, нужна помощь с трудными проектами? Ммм, пожалуй, с одним заказом мне таки нужно содействие. Да, ваша помощь не помешает. На верстаке лежит оружие и ждет возможности благословить нуждающихся. Будем рады помочь. Пишет Эли, освещенная, ведет вас к верстаку, на котором лежит необычного вида пистолет. Несколько часов вы над ним работаете. Инструменты у Пишет Эли необычные. Они обжигающе горячие и оставляют у вас на руках ожоги. Пишет Эли смотрит и одобрительно кивает. Боль проходит, а шрамы — это благословения, свидетельства вашей преданности, доказательства того, что вы сильны и способны преодолеть плотские страхи. Вот вам награда за труды. Примите это оружие и мои благословения тоже. Так, сейчас мы и немножко хлама между делом с кинем, который нам не нужно. У нас тут всякого что-то поднакопилось. Аргонное копье, тяжелое оружие, пятый уровень. Кто нас с такой штукой убить пытался, интересно. Так, ну вроде бы и все. Остальное пока продавать не буду. Хотя... 23, 28... Продам, все-таки. Так, теперь мы на фудкорт пойдем. Тут нам много с кем придется познакомиться. Раз, два, три... Ух, ну достаточно. А нет, раз, два, три, пять, пять. Че это я как-то считал-то? Человек перед вами движется так быстро, что кажется размытым пятном. Он мечется от горшка к горшку на плитах. Пробует из одного перемешивать в другом. Когда вы подходите, он отвлекается от готовки и обращает на вас внимание. Друзья мои, вы тоже взрыв видели? Ужас, такую хорошую свинину угробили. И людей тоже. Но не волнуйтесь, Масата здесь для того, чтобы оказать помощь и поддержку. Вот, вы такую вкуснятину видели? Он протягивает вам миску, от которой идет пар. Она до краев заполнена какой-то лапшой. Ну-ка, давай ее сюда. Да-да, угощайтесь, отведайте этого лакомства. И знайте, мой магазин для вас открыт. У меня есть множество товаров, которые могут вам пригодиться. Он дает вам миску лапши со свининой. Еда сытная и очень вкусная. Он смотрит, как вы едите, с многообещающей улыбкой. Человеку, который вообще не ест свинину, не хватает цельности. Но, должен вам сказать, друзья мои, Эта лапша лишь жалкое подобие величайшего довоенного деликатеса. Редчайшего из чудес. Ромена быстрого приготовления. Надеюсь, когда-нибудь я усовершенствую рецепт и воссоздам ту лапшу. Но хватит уже обо мне. Чем могу помочь? Так, тебе нужен ромен быстрого приготовления? А, вы поняли мои намеки. Тонкие намеки, ага. Много лет назад, друг в Колорадо Спринс дал мне упаковку ромена быстрого приготовления, которую нашел в тоннелях под Диквинариумом. Знакомство с роменом навсегда изменило мою жизнь, и я переехал сюда в надежде найти еще. Повар начинает ерзать, его обычная жизнерадостность сменяется отчаянием. В тоннелях небезопасно. Я туда спускаться не рискну. Но вы должны понять, мое тело словно сделано из ромена. Если пойдете в тоннели, поищите там этот редкий деликатес. Слушай, мы ищем караванщика. Здесь единственный караванщик Перидолия Джонс, но, к счастью, он же и один из наших лучших людей. Он вон там. Масато указывает на человека в одежде ковбоя, стоящего у края фонтана. Слушай, а повар вроде тебя пригодился бы в штабе рейнджеров? О, как интересно, вы о штатной должности говорите? С целой кухней в моем распоряжении? Друзья мои, это очень серьезное предложение. Вы меня очень заинтересовали. Но, как я уже объяснил, я здесь не просто так. Принесите мне ромен, и я с радостью пойду к вам в штаб. Угу. Расскажи мне про обитателей Дикавинариума. В последнее время тут много проблем. Исчезают люди, а потом их находят мертвыми, а теперь еще и взрыв свиньи. Невероятно. Я о вас, ребята, слышал. Знаю, вы можете помочь. Советую поговорить с главным. Дряб его зовут. Вы его наверху найдете. Расскажи еще. Эдилон тут сравнительно недавно. Она появилась вскоре после меня. Дела она ведет интересно. Правда, не понимаю, как она деньги зарабатывает. Передолия Джонс, пожалуй, лучший караванщик, какого только можно найти. Но у него есть странность. В детстве он увидел изображение утки в какой-то старой довоенной книге, и с тех пор до смерти боится уток. Странно, правда? Пишетели, дама интересная. Не судите ее по внешности. И довольно странная философия. С самым разным оружием она просто чудеса творит. Друзья, мне очень приятно с вами поболтать, но надо и делом заниматься. Извините. Ну, вот он, хавчик продает всякий. Давайте с Альфредом Гарсио поговорим. Ну-ка, бармен. Привет, друзья, меня зовут Финн. Если хотите выпить, вы пришли по адресу. Если у вас есть вопросы, это тоже в порядке вещей. Ты видел, как свинья взорвалась? Только между нами. Я проверял вкусовые качества товара, поэтому перед глазами все немного плывет. Но громкий звук я слышал. Думал, это просто гром. Что можешь рассказать об этом месте? Не много. Не много я тут сравнительно недавно. Только приступил неделю назад. Говорят, прежняя барменша бесследно исчезла. Ладно, тут всем найдутся вещи по душе. Стволы, броня, еда, лекарства, развлечения, а главное бухло. Если вы работаете на дряба, пришли. Может, он вам подробнее расскажет. Ясно одно. Тут что-то странное творится. Расскажи о дрябе. Дряб жракула. В человечестве человечище руля. Дикавинариума. И человечище это не про душевные качества. Насколько я знаю, он все время сидит у себя в кабинете этажом выше. А что значит нечто странное? Не знаю, наверное, все на взводе, понимаете? Все храбрятся, будто все... Все в порядке. Но я вам скажу, что-то не так. Правда, не понимаю, что именно. Ладно, давай... Выпьем. Угу, понятно. Так, ну вот давайте с длинным Джоном поговорим. У него какой-то нос длиннющий и ноги кибернетические. Эта фигура хоть и обмотана кусками грязной ткани неподобающих цветов. Неподходящих цветов, но явно не человек. При вашем приближении она со скрипом заржавелых шестерней выпрямляется и прижимает ладонь к маске Никсона на своем лице. Вот живу я и ем пирог с вишней. В декабинариум прибывает все больше моих собратьев-людей. Располагайтесь. Слышите? Он чешет за пластмассовым ухом маски. Его рубашка сползает, обнажая на груди устройство с катушкой. Впечатляющее технологическое изделие. Друзья? Люди? Расскажи о себе. Ну и пирожки с котятками. Вы меня в трудное положение оставите. Так, меня зовут Длинный Джон. Я старый, как трухлявый пень. Чуток путешествовал, но в интересных местах не бывал. Сейчас в декабинариуме. Смотрю, что происходит... Смотрю, что происходит в жизни. Друзей завожу. В молодости я этим не занимался. Работа и все такое. Заводить друзей времени не было. Совсем. Но я наверстываю упущенное. Я знаю всех в декабинариуме. И все знают меня. Я знаю всех в бизаре, и они знают меня. Расскажи о своих путешествиях. Расскажу вам, молодежь, что смогу. Хоть я и старый, как мир. Образно говоря, конечно. Люди редко живут дольше 70. И я уже почти готов выйти из строя. Эх, всего на свете я не знаю. Слышите? Хоть я и прошел пешком от Денвера до Стальтауна и обратно. А про Колорадо Спрингс что-нибудь слышал? Колорадо Спрингс? Нормальное место. Там несколько напряженно, но это потому, что там собрались все 100 семей. Но ученые и инженеры мне нравятся. Очень умные ребята. А ты на равнинах бывал? Не, такое место не для одиноких путников. Но вы можете... Ну, вы, может быть, справитесь. На случай, если отправитесь в том направлении. Поговаривают, что сейчас там очень опасно. Что можешь про Стальтаун рассказать? Стальтаун? Это какой-то промышленный кошмар. Всюду бушует пламя. От него все под... Под кожей плавится. Аж дрожь берет, слышите? Расскажи про Денвер. Я от города подальше держался. В наши дни он совершенно мертв. А гиперы, сами по себе они неплохие, но с ними надо быть начеком. Если вы там какое-то время пробудете, я бы посоветовал зайти в аэропорт. Тамошняя молодежь просто чудо. Расскажи о людях в декабинариуме. Что-то очень личное, а что-то, пожалуй, следует таковым считать. Но вы, молокососы, всем все рассказывайте. Он похлопывает себя по пластмассовому носу в форме картошки. Вроде Парадоэль и Джонса. Пожалуй, он лучший в декабинариуме крованщик, но дела у него шли бы лучше, если бы он не болтал. Между нами говоря, если бы я боялся уток, я бы никому не сказал. И почему ты делаешь вид, будто ты не Синт? Я Синт? Вы просто прелесть. Я сплошь из мяса и костей. Как и вы, рейнджеры. Черт, мне даже сны все время снятся. Яркие цветные сны о том, как я летаю и стою перед людьми-голышом. Такое Синты не делают. Мы все равно считаем, что ты Синт. Я не Синт. Прошлой ночью я видел самый что ни на есть человеческий сон. Я был в школе. На контрольной по тригонометрии сидел такой уверенный и наглый, а потом понял, что совсем забыл подготовиться. А еще я люблю завтракать яичницей с гренками. Очень по-человечески. Знаешь, это ведь явно маска, да? Слушай, на ней завязки видно. Ох, молодежь, ну и юмор у вас. Если бы народ в декабинариуме, правда, думал, что я Синт, неужели бы меня не попытались списать в утиль? Не то, чтобы я этого боялся, ведь я совершенно обычный человек мужского пола. Ага. Он колеблется. Ладно, хорошо, я Синт, только никому не говорите. А чего ты так боишься? Потому что большинство людей не отличают тостер от синтетической формы жизни, у которой есть чувства. Слушайте, ваш вид мне нравится, ваш напор, ваша потребность брать жизнь в свои руки, но вы явно пылаете. Но я уже обжегся. Вы умные. Молодцы, что догадались, кто я, но давайте больше об этом не говорить, ладно? Меня эта тема нервирует. Так быстро уходите? Да уж, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Будьте осторожны, слышите? И заходите к старику, длинному джонсу, когда сможете. Ух, ну он и болтун, конечно. Так. Когда вы подходите, этот человек пробегает взглядом по каждому участнику вашей группы, словно пытаясь определить, представляете ли вы угрозу. Через мгновение он расслабляется, касаясь края шляпы и кивает. Здравствуйте, мэм. Он кивает, Лусия. Привет. Всегда рад вас видеть... Ой. Всегда рад видеть людей из семьи Вессон. Он поворачивается к вам и снова кивает. Нам ваша помощь не помешает. В Колорадо Спрингс нужно доставить группу беженцев. А, ну это в конце скажем. Что-нибудь про Колорадо можешь рассказать? Благодаря Патриарху в районе от Денвера на севере, от Стальтауна, на юге, и на юге достаточно безопасно. Чем дальше оттуда, тем больше будет возможностей. Ну и опасностей тоже больше будет. Я бы мог еще раз сказать, но, честно говоря, чтобы узнать землю, нужно по ней поездить. Вы вроде хорошо экипированы и компетентны. Отправляйтесь в путь и сами все узнаете. Есть что-нибудь на продажу? Только услуги караванщика. Я организую караваны для доставки людей, товаров и скота из одного места в другое, но сам ничего не продаю. Земли рядом с Колорадо Спрингс довольно безопасны, но все равно многим требуется сопровождение, особенно если нужно зайти дальше за город. Нам ваша помощь не помешает. В Колорадо Спрингс нужно доставить группу беженцев. Понятно, обычно я таким не занимаюсь, но причин для отказа не вижу. За перевозку в одну сторону возьму по обычным расценкам. 300 долларов. Ну, даже не знаю. Можно попробовать. А вот тут мне параметров не хватает. Так, что там нужно жопались с седьмого уровня, да? Хм. Ну, 3, 6. Ну, пусть будет, ладно. Хотя я бы Всезнайку взял с удовольствием. Он мне нужен для... А для чего он мне нужен? А, чтобы во дворце Патриарха там что-то открыть. Да-да-да-да-да. Ну, я туда, конечно, не скоро вернусь. А может, есть у меня какая-нибудь штука, которая повышает болтливость. Я потому что, помню, что-то покупал. Помню, было что-то на... Ммм... Стальную задницу, а вот на жопа Лиза... Не уверен, если честно. Так, это повышает параметр дрессировщик. А в каком вообще месте эта расческа должна лежать? Я что-то вот ни в одном разделе не вижу. Хм, интересно. У меня явно есть еще такие предметы, просто я не знаю, где их найти. Так, у этого на медицину, у тебя на ремонт тостеров, у тебя на выживание. Ага, барпер восприятия. Ну, че, жопа Лиза тогда качнем, че делать? Джонс, мы не о каких-то там товарах говорим. Это люди голодают. Ты ведь их бесплатно отвезешь? Ладно, ладно, я вас понял. Не надо человека стыдить за стремление на жизнь заработать. Хорошо, я их отправлю с ближайшим караваном в Колорадо-Спринкс. Сейчас своих людей к ним отправлю. Ну, спрос сэкономили 300 баксов, такое себе. Ходные нудлы! Ходные нудлы! Ходные нудлы, санктифированные с кровью? Ммм, потрясающе. Снова со всеми переспать, чисто по фану. Из массы обитателей пустоши эту женщину выделяют удивительно фиолетовые волосы и чрезвычайно пышные формы. Она производит впечатление пришелица из другого места и времени. Привет, Эдилон. Ты с каждой нашей встречи хорошеешь. Как дела в шоу? А, шериф Квон. Вы, как всегда, очаровательны. Вижу, вы привели в театр парад телок к Эдилон, своих прекраснейших друзей. Какое же вы все загляденья, сладенькие мои? Ты тут фильмы показываешь? Фильмы? О нет, дорогие, мы показываем представления с живыми людьми. Ах, мои сладкие, я так рада, что из всех питейных заведений и всех городов мира вы выбрали мое. С виду вы, парни, здоровые и любезные. Вам ведь будет приятно выручить малышку Эдилон. Чем мы можем помочь? Ах, герои вы мои, проблема вот в чем. В театре парад телок приходят только самые изысканные эксклюзивные представления, но у нас, увы, с ресурсами туговато. Я могла бы вам предложить главную роль в следующем представлении, но мы-то знаем, что ваши роскошные попы мне не по карману. Чуть менее шикарный вариант добыть мне новые ресурсы. И где эти ресурсы взять? Не знаю, где найти старые катушки с кинопленкой, оборудование у нас хорошее. Так что немного импровизации и творческого редактирования, и наш новый шедевр будет готов. Угу. И где найти эти катушки с пленкой? Это совсем не сложно. Армия монстров раньше жила в элитном довоенном бункере. Очевидно, идеями своих нарядов они вдохновлялись из фильмов, которые там смотрели. Бункер много лет стоит заброшенный, так что все, что должно, так что все должно быть просто. И еще я знаю, что такие сильные и прекрасные люди справятся с любым сопротивлением. Удачи вам, милые. Так, давай мы тебе вопросы позадаем. Расскажи про диковинариум. Диковинариум? Ну, здесь можно хорошо поесть, если свинину любите. Дряп чуток мягкотелый, но цену деньгам знает, поэтому все будет на мази. Не говоря уже о моих артистах. Расскажи о своих актерах. Они фантастические и шикарные люди. Очень талантливые. Ластичные, невероятно гибкие. Поверьте, я их лично всех пробовала. А что это за заведение у тебя? Представляю вам парад телок. Здесь нет ничего святого, и все ставится на сцене. Мы берем фантазии из довоенных фильмов и добавляем недостающие чувственные элементы. Пикантная изюминка доставляет зрителям дополнительное удовольствие. А вот, что-то маленькое экстрасенсное масло, который у нас не останется. Да, пожалуйста. Давайте продолжаем. Вновь снова. Эти шикарные... Они слишком красивые, чтобы остаться. Они все, в общем, танцуют, им не до нас. Так, ну окей. Давайте тогда сейчас... Что у нас тут? У нас есть еще музей, куда можно зайти. И можно зайти к Дрябо. Но мы сначала пойдем в музей, посмотрим, что здесь. О, вы рейнджеры? Я вас не видел с тех пор, как ушел... Ну, в смысле, давно не видел. Да, рейнджеров не видел. Вы пришли разобраться с монстрами под диковинарем? Это было бы здорово. Кстати, меня зовут Кварекс. Это мой крутой музей. Крутизны. Экскурсию хотите? Ну, давай. Правда? Ну, ладно, сюда. Ладно, пойдем. Добро пожаловать в кунст Квамеру Кварекса. Коллекцию редчайших, большей частью игрушек и игр, и нескольких сувениров. Но они все очень классные, честно. Но они все очень классные, я promets. Этот цилиндр принадлежал мистеру Циннику из Храма Ангела в Лос-Анджелесе, такому же любителю игр. Он прожил жизнь, пытаясь помочь персонажу, защищая его от забияк и от боссов в конце уровней. Но в итоге какой-то босс его прикончил, и он этого не вынес. Я храню его шляпу как напоминание, чтобы быть таким же честным и порядочным, как он. Это была лучшая видеоигра всех времен, Вестланд 4. Можно выбирать цвет экрана, красный или зеленый. Это самый популярный игровой прибамбас, легендарная могучая рукавица. Обожаю могучую рукавицу, она такая злая. Это настоящий суперприцел, в свое время самое продвинутое устройство для прицельнивания. Бесценный артефакт. Жаль, что кто-то прицепил на него дурацкое лучевое оружие, но снимать я его не буду. Могу сломать. Это машина Тарьян Темный. Она умеет предсказывать судьбу, но за особые жетоны она может предсказать судьбу класса премиум. Мне бы такие жетоны. Когда-то этот трон был самым желанным предметом в пустошах. Был такой закон, кто на троне сидит, тот король. Король чего именно, я не знаю. И кто это правило придумал, я тоже не знаю. Эта шинковка, самый странный из всех роботов. Она режет ломтиками и кубиками, даже картошку соломкой. Не знаю, что это такое. Это классические аркадные игры. Путь единоборств, капбой и звездный штурмовик. Это доска для серфинга. Не знаю, что такое серфинг и зачем нужны доски, но за этой, похоже, бережно следили. Тут есть надпись «Собственность ЕПМ». Надеюсь, это значит не то, что я думаю. Вот и все. Если есть вопросы, задавайте. Да. Тебя Кварекс зовут. Ты с топиканами в Аризоне жил, да? Вы, наверное, думаете о каком-то другом. Имя Кварекса более распространенное, чем кажется. Как бы там ни было, нет, это не я. Как ты вспотел, Кварекс? Ну, разве вы не слышали? Ученые говорят, усиленное потоотделение — признак правдивости. Ладно, хорошо, я Кварекс из рельсовых кочевников. Довольны? Типа круто, что вы обо мне слышали. Обо мне никто не знает. Ну, почему ты пришел в Колорадо? Ну, по сути, все пошло прахом, когда группа Рейнджеров Эха нашла мне приставку 3D0. Стали приходить какие-то мутные типы, просили ее продать, а когда я отказался, ну, им это очень не понравилось. Я хотел зайти к Рейнджерам, ведь вы всегда были ко мне так добры, но потом взорвалась цитадель Рейнджеров, и я ушел. Пришлось все крутое барахло оставить, даже консоль 3D0. Но здесь тоже много крутых вещей, и я их нахожу. Так и появился мой музей. Если ты от мутных личностей скрывался, почему имя не сменил? Сменил, только постоянно забывая им называться. Я хотел сказать, что меня зовут Дэйв. Да. Что можешь про Дикавенериум рассказать? Он прекрасен. Во всех лавках торговцев столько классного. Я постоянно пополняю свою коллекцию, но в последнее время происходит что-то странное. По ночам из тоннеля выходят монстры и похищают людей, прямо как в фильме «Каннибалы-гуманоиды из подземелий». Круто. Ну что, посмотрим, что тут есть. Памяти мужчины, который сражался за малыша. Последний известный экземпляр игры «Пустоши 4». На обложке стоят инициалы БФ. На витрине лежит энергетическое оружие с очень сложным прицелом до военной эпохи. Похоже, оно мастерски изготовлено и за ним тщательно ухаживают. Ну, воровать я его не буду. Посмотреть витрину. На табличке рядом с витриной написано «Бах! Паф! Суперприцел!» обеспечивает точность до единого пикселя. С ним вы не промахнетесь. Похоже, стеклянная крышка витрины не заперта. Могучая рукавица оснащена сложнейшими сенсорами, которые позволяют тем, кто рискнет шагнуть в виртуальный мир, управлять своими движениями и с невероятной точностью. О, устройство виртуальной реальности. Ничего себе. Устройство виртуальной реальности позволяет... Представляет собой громоздкое сочетание толстых проводов и мятых форм. Надеть шлем. Шлем не очень удобно сидит. Он съезжает, надвигаясь вам на лицо, приминая нос. По окружающей вестме начинает бежать текст. Выбрать вход. Экран подрагивает и приходит в движение. Вначале медленно. Камера поворачивается к большому входу, вырезанному в скале горы. В тоннеле совершенно темно. Через несколько мгновений изображение обрывается. Так, выбрать КПП Альфа. Камера движется вдоль дороги, к военному контрольному пропускному пункту. Спиной к зрителю стоят фигуры в камуфляже. Они оборачиваются, но лица их скрыты в тени. И силуэты превращаются в многоугольники, а затем дважды мигает надпись «Перезагрузка». Так, туристическая тропа. Камера скользит на контрольно-пропускной пункт и движется вдоль безобидной тропы, почти полностью покрытой снегом. Вы идете по тропе, и она начинает колыхать у вас под ногами. На поверхности появляется указатель с надписью «Ошибка». Так, выбрать командование. Камера показывает комнату, заполненную высокотехнологичным оборудованием. На всех до единого экранах мигает надпись «Странная игра». В тени движутся фигуры, и они оборачиваются к вам. На каждом из экранов появляется надпись «Ошибка». Вы не авторизованный пользователь. Звучит сигнал тревоги, и изображение обрывается. Так, читать журнал «Ошибок». Уважаемый пользователь, данный шлем виртуальной реальности разработан для использования только в комплексе в горе Шейн. При его использовании вне комплекса будут активированы меры безопасности, которые могут проявляться в виде глюков в контенте. О, это же это! Бартстейл! Ничего себе! На экране компьютера мерцает душевно отрисованный пейзаж шотландского высокогорья в 16 цветах с крупными пикселями. Полифония сигналов сливается в гельтскую мелодию, и появляется название игры «Похождение Барда 4. Курганская Пать». Да ладно, я угадал, ничего себе! Ха-ха, круто! Играть в игру. Вы встречаете злобных сектантов, вы решаете коварные головоломки и составляете магические песни. На последнее испытание вам пройти не удается, игра заканчивается оскорблением. Вы убили 99 берсерков. Я знаю этот мем с 99 берсерками. Я их убивал. Было, было дело. Я только не помню, на коих там убивать нужно, и типа ради чего все это. Но там типа что-то 99 волн этих берсерков, и там это к чему-то ведет. Этот трон — престол вожделения многих, ибо тот, кто сядет на него, станет королем пустошей. Внутри стеклянного ящика Тарьян демонстрирует миру свою ужасную улыбку. Один глаз его треснул, другой пульсирует. Как свежая рана. На входном месте находится красная кнопка. Рядом с ней надпись. Нажмите, чтобы узнать свою судьбу. Нажать кнопку. Тарьян совершенно спокоен. Хоть вы и слышите, пронзительный скрежет. Из отверстия появляется крошечная бумажка с кривой надписью. Президентом станет утка. Блин, скипнул, ну ладно. Ваша мать унаследует чайный сервис, который когда-то принадлежал поколениям британских королей. Кроткие унаследуют землю. И не будет в безопасности ни мужчина, ни женщина, ни дитя. Даже у жалкого червяка будут зубы, и он будет нападать. Через 20 лет от Америки останется только пыль, а в ее горах будет раздаваться крики тысячи павших солдат. Понятно, начало повторяться. Так, ну у меня есть монета этого Тарьяна. Опустить жетон. Тарьян не шевелится, но в нем появляется что-то живое. Вы чувствуете, что волосы у вас встают дыбом, когда из отверстия под его торсом появляется записка, написанная каллиграфическим почерком. Вы невероятные. Цыпочки приятны. Быстрее молнии. Ну-ка. Талант изучен. Бедняжка Джек не знает веселья, а работа не волк. Че за талант? Уклонение. Неплохо. Скрюченный робот разъеден ржавчиной и не подает признаков жизни. Только тускнеют его крошечные зрачки. Привет, ты в исправном состоянии? В ответ он издает неровный отрывистый треск и подергивает головой, как заводная птица, утратившая сходство с реальностью. Из обивки на его горле выходит облако черного дыма. Ну-ка, если его пнуть? От внезапного жесткого удара ножницы машины подаются вперед. Ее плечи поворачиваются, наверное, где-то в контурах своего мозга. Она до сих пор считает, что у нее есть руки и клинки. Так, давайте починим его. На мгновение машина словно оживает. Она шатается и шипит. В ее корпусе скрипят ржавые поршни. Затем она оседает на подставке. Она явно не подлежит восстановлению, однако она немного сменила положение, и вы можете поближе рассмотреть ее детали. Так, тщательно изучить ее корпус. На задней стороне робота указан серийный номер и место изготовления. Эта шинковка прибыла сюда аж из-за резоны. На шасси робота тоже нацарапано несколько слов. Возможно, его же клинком. Кочис мертв, я свободен. Так, осмотреть ноги машины. На конечностях полно следов огнестрельных ранений и травм, нанесенных тупыми предметами. Вероятно, это следы встречи с налетчиками и другими обитателями пустошей. Прикольно. А если ему еще раз вопрос задать, в исправном ли он состоянии? Ключ от складской ячейки номер 105. Генератор снов. Пылесос был превращен в устройство, которое испускает инфразвуковые сообщения. Имеет три настройки ведения. Ванна и кошмар. Кассета Кварекса. Подлинная история великого путешествия Кварекса. Ну-ка. Сегодня удалось пройти Теллурит. Там один чувак мне вяленую кресятину продал. Оттуда отправился карман в Боул Леддер. В Колорадо холодно и страшно, но есть и сокровища. Чувак с вяленой кресятиной. А еще и в его хибарь было 6 или 7 картриджей 3D0. Или 3DO. Когда я спросил, сколько он хочет за комплект, он меня глянул как на психа. Можно сказать, даром их отдал. Знаешь что, пожалуй, отъезд из Аризона лучшее событие в моей жизни. Хм, ему эти картриджи на халяву достались. Ну повезло, повезло. Прогрызайте сивый путь через лабиринт, но не попадайтесь полтергейстом. А, Пакман. Защищайте землю от инопланетян и космического мусора. Этот, ну, где кораблик снизу бегает и отстреливает пришельцев. Знаменитая аркадная игра, в которой нужно кулаками расчищать себе путь по улицам. А, этот... Я забыл, как она называется. До войны люди использовали это для плавания по океану, наверное, с целью перевозок. Так, здесь мы со всеми пообщались. Судя по игрушкам и ярким цветам, здесь, очевидно, была детская. Ну-ка, можно я его с сейф вскрою? Ага, нельзя. А, дети Пуфтыни, какую чудесную музыку они играют. Что вы хотите от Якуба великолепного, как прекрасного и чудешного? Стоящий перед вами тучный мужчина выплевывает бутафорские зубы Дракулы и вытирает рот. Эм, ладно, хорошо. Не обращайте внимания на реквизит, ладно? Мне очень жаль, что вам пришлось наблюдать этот жуткий взрыв свиньи. Честно говоря, вы к нам не в лучший момент пришли. А почему ты под Дракулу косишь? Не судите строго, друзья мои. Мы держимся за ритуалы прошлого, чтобы вспомнить свою давно забытую утраченную силу. Возможно, это выглядит жалко, но дает столь необходимое успокоение. Как можно спокойно воспринимать взрыв свиней? Я спокоен, потому что должен быть спокоен, друзья. Такова участь руководителя. Но вы правы. На это заведение напали. По тоннелям под нами ходит что-то. Кто-то. Какое-то неизвестное жуткое существо. Стали пропадать люди. Не говоря уже о том, что повсюду появляются обвешанные взрывчатки свиньи. Вы рейнджеры Патриарха, да? Раз он вам верит, значит могу и я. Наши старания оказались напрасными, так что вы здесь очень кстати. Нам нужна ваша помощь в борьбе с этой угрозой. Как долго это все тянется? Две недели, может быть три. Ну совсем недолго. Сперва мы думали, это только кажется. Под влиянием веществ. Но затем... Откуда ни возьмись, возле диквенариума появилась свинья. Забежала прямо в группу волчонков и взорвалась. Ужас. С тех пор стали пропадать люди и стало появляться больше свиней. Волчонки мне нужны для охраны заведения. Нужна помощь извне. Ваша помощь. Понятно, мы спустимся вниз и узнаем, кто за этим стоит. Ах, надеялся, что вы это скажете, рейнджеры. Вы щедрые души. Идите, разберитесь с этой проблемой ради меня. И ради нас. Слушай, снаружи нам встретились налетчики, одетые клоунами. Это может быть связано с теми нападениями? Налетчики, одетые клоунами? Понятно, теперь все прояснилось. Гримм на свиньях, жуткие смерти. Теперь понятно, кто за этими нападениями стоит. Это объясняет, кто behind these attacks. Ммм, ты этих клоунов знаешь? Да, в каком-то смысле. Лос Паяцес – одна из диких банд, которые не попали под контроль Патриарха. Они неорганизованные и неуправляемые, но опасные. Если вам что-то дорого, их радость в том, чтобы это уничтожить. Если внизу Лос Паяцес, нам без вашей помощи не обойтись. Они без колебаний убьют в моем доме все живое, причем самыми чудовищными способами. Пока не убиты все до единого, Лос Паяцес нам грозит опасность. Хотелось бы побольше узнать о тебе. Вы слишком многого просите, друзья мои. Что есть лидер, если не слуга своих людей? Моя жизнь – это жизнь Дикавинариума. Я лишь вместилище его желаний. Ну, а как ты возглавил-то Дикавинариум? С чего начать? Когда-то я был скромным помощником в армии монстров. Потом в Дикавинариум пришел Патриарх. Он казнил моего предшественника, остальные были настолько тупы, что не поняли, что отныне порядок будет такой. Когда Патриарх пришел ко мне, я без колебаний поклялся ему служить. Словом и делом, он в своей безграничной милости назначил меня командовать Дикавинариумом и всеми его обитателями. Пожалуй, вопрос не очень тактичный, но можешь как-то свое прозвище объяснить? Ценю вашу деликатность. Ваше сочувствие не будет забыто. Но нет. О данном мне прозвище я не задумываюсь. Да и поводов для таких раздумий у меня нет. В конце концов, дряб мне вполне соответствует. Правда? Ну, наверное, нет. Ну, ладно, пожалуй, так. Хорошо, почти все стали... Хорошо, почти все стали бы мне в лицо врать, сказали бы, что дряб Жракула — это кощунство в отношении моего величия. А у вас есть смелость. Вижу, мы надолго подружимся. По правде говоря, свой жир я считаю показателем своего положения в жизни. У кого еще в пустошах есть возможность есть и процветать, как я? Я был бы плохим хозяином, если бы не ответил на ваши вопросы. Так, расскажи мне про декабинариум. Праздный оазис, погрязший в чудесах кулинарии. В гастрономическом смысле декабинариум — святая земля Колорадо. Праздник чудес и рай, но когда-то было еще прекраснее. Давным-давно. Как именно было давным-давно? Как в первобытные времена, место было дикое. Я застал этот момент, когда армия монстров только прибыла в декабинариум. Фермеров мы на части порвали. Их же свиньям скормили. Порочная была эпоха, но такая приземленная, такая живая. Но при патриархе такой дикости было не место. Он человек суровый, но его резкость была направленной, управляемой, в отличие от прежнего хаоса. А чем заняться вообще в декабинариуме можно? Непременно в музей Кварекса зайдите. Так увлекательно смотреть на реликвии прежних времен. Представлять себе, какие богатства были у древних американцев. Такое даже декабинариуму непосредством. Расскажи какую-нибудь историю из славного прошлого. Никакого славного прошлого не было. Моя семья до сих пор вспоминает армию монстров и их жуткие злодеяния. Разумеется, ваша юная подруга права. Эти времена были самые печальные. Ну и самые прелестные тоже. Значит, рассказать, да? Расскажи свою любимую историю. Любимую историю? Пожалуй, из-за любопытства вас винить нельзя. Посмотрим. Да-да, пожалуй, есть такая. Как-то на мое место правителя декабинариума покусился один человек, волк. Решил, что я для этой роли слаб и слишком мягок. Вызов... Вызвал он меня на дуэль. Я вызов принял. Но в тот вечер у него прямо в кровати случился кровавый понос, и он умер. Говорят, он так орал, что горло сорвал. Бедный щенок. С едой надо аккуратнее быть. Расскажи историю покровавия. О, ну это просто. Было поздно и стоял такой холод, что воздух урвал легкие и лоскуты. Мы прослышали о неком неохраняемом святилище. Там были запасы мяса и беспомощные фермеры. А военных практически никого. И как-то ночью пришли мы, целая армия монстров. Мы их спящим глотки перерезали. За час убили сотню. То количество крови надо было видеть. Аж ночью покраснело. Крови было целое озеро. Красивое было. Жестокость, переросшее в скользкое искусство. Расскажи самую необычную историю. Прошу меня извинить, эта история не моя, а Эй Делон, прекрасной хозяйки театра, парада телок. Она тогда только в Дикавенариум прибыла. Жаждала найти себе место у нас в королевстве. Участок, на котором находится ее театр, раньше принадлежал не ей. Эй Делон, знающая, как устроен мир, сделала владельцу предложение, от которого тот не смог отказаться. Оргия длилась несколько дней. Там были мужчины, женщины, животные. Все, у кого есть отверстия или отросток, которые можно сосать или вставлять во влажные отверстия. Пятна пришлось неделю отстирывать. А что же Эй Делон промежностью проложила путь к своей мечте? А промежностью проложила путь к своей мечте. Женщина-легенда. Ух, вот это мы, конечно, тут побеседовали. Очень продуктивно, я считаю. Но теперь у нас на повестке дня это, соответственно, зачистка этих подземелий. Дел там более чем предостаточно, я так думаю. Так, кошмар в Дикавенариуме. Ну, чё. В принципе-то я думаю, сейчас мы туда прям чуть-чуть заглянем. И на этом закончим. Как раз на часик получилось у меня, потому что уже там нужно бежать по своим делам делюганским. Так что прошу... Прошу, да, прошу меня простить. Я уже заговариваюсь, просто подутомился за сегодня. Угу. Тут я смотрю ещё всякое. Ну да, вот мы здесь были, а вышли сюда. Это безопасные тоннели. Угу. Понятно. Вон тут свиньи есть. Ну, в общем, нам будет чем себя здесь занять. А на этом, ребятки, я предлагаю нам закончить и попрощаться. Продолжим мы уже в следующей серии. Я благодарю вас всех за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok